Вот. Мы хотели написать очень классное приложение для того, чтобы мониторить заряд батареи. Но в итоге все оказалось несколько сложнее, чем мы думали. Мы делали по типу презентации, собственно, как первая, как вторая. Пользовались библиотеками, которые не работают. В частности, у нас в какой-то момент оказалось, что не работает рисовалка грантов, которые нам нужны для того, чтобы рисовать. На заряд батареи меняется. Оказалось, что у нас в библиотеке, который получается, как процессор, тоже недоступно, в общем-то. Так, спасибо. Классно. А можно исполнить танциссию? Ладно. В общем, мы понаступали на очень много разных... С помощью кирилла добавили в приложение сначала Chart.js, мы потом поняли, что на нем графики рисовать так, как нам нужно, будет слишком сложно. И вот вы где написали график сами. Да, в итоге мы все-таки научились рисовать на кармасе, как и планировалось. Более-менее у нас это получается. К сожалению, вот... Вот сейчас все будет. Вот. Что у нас на самом деле получилось сделать? У нас получилось сделать очень классный демон, который собирает всю необходимую нам информацию. В частности, вот информацию о заряде батареи и статистику по процессору. Демон потребляет очень мало памяти, то есть топ говорит, что он потребляет 4 мигабайта. И, в общем-то, процессор на времени он тоже не сказывается. И, соответственно, всю информацию, которую мы от него получаем, мы потом показываем в приложении. А как стартует демон? Он стартует через систему D от пользователя. То есть мы, по сути, создаем файл, который описывает этот сервис, и потом с правами пользователя его и стартуем. Собственно, демон может перераспускаться, если он упадет, но он может запускаться при запуске самого телефона. То есть фактически он работает без участия самого кланного приложения. Графики. Значит, что можно делать с графиками? Можно какую-то статистику сделать? Ну, графики у нас пока что довольно простые на самом деле. Мы там рисуем конкретно заряд батареи и рисуем те интервалы, на которых у нас происходила зарядка и на которых у нас происходила зарядка, чтобы это было видно. На основе собранных данных мы реализовали некоторые предсказания о том, сколько еще телефон проживет или сколько осталось зарядки. Но, к сожалению, сейчас дорабатывает довольно странно. Для числа он ее отправил. У нас картинки есть. Так это выглядит в идеальном мире. График куда-то попал. А так это выглядит в реальность. К сожалению, мы разрабатывали на этом телефоне, одному не только на нем, поэтому больше часа времени он заряжался. Поэтому нормальных, адекватных данных о том, как батарея заряжалась-разряжалась, мы не получили. Но на самом деле он постоял ночью, поразряжался, мы замечательно вышел скриптом. Немного так подогрели процессор, за счет чего он вышел в топ вообще по потреблению. Вот это можно видеть, что, в общем-то, всякое есть. И сначала он стопивается и в секунду. И, в общем-то, по этим данным вполне можно определить, какие приложения у нас работают. И приложение стоит иногда закрывать, чтобы они у нас не обжарялись и подряд. Сказываю, еще вам понравилось. 20 секунд и чип. А, да. Мы сделали классную оптимизацию на тему сохранения данных о заряде батареи. Оптимизация заключается в следующем. Что все процессы, которые, в принципе, не успели наработать 10 секунд процессорного времени, мы просто не сохраняем его. За счет этого у нас количество процессоров уменьшается просто на порядке. В системе был порядок, ну, не знаю, 40 процессов. Вот у нас осталось, ну, 3 для начала. Потом оно увеличилось где-то до 15, когда мы активность телефона поработали. То есть это существенно уменьшает количество хранимой информации на диске. Сейчас мы обновляем вот раз в минуту. Мы хотели обновлять, и этого более чем достаточно. Да, мы берем систерфэс, и более того, мы написали универсальный интерфейс, который смотрит три разных характеристики, которые можно оттуда получить. То есть сначала он смотрит в микроалат-часах, если этих данных там нет, то он берет в микроампер-часов. Если этого нет, то он берет из капэсити, которая отражает процентный заряд батареи. То есть, в принципе, этого нужно хватить для того, чтобы все на любом переплаты на цех. Понял, что я понимаю, то что процессов поиски на критик, которые сейчас мы работаем, обринал, есть, например, давление. Что? То, что процессы, мы в дворограммах и в дворограммах буквально засыпали специально, основа засыпали, для этого оказывается более меньше процесса обринала. Тут, ну... Например, если... ...какрутеос, если на моем телефоне, то в дворограммах и на тресле, то он очень разнимает 3 часа. Телефон, включаются две ядра, и для одного ядра понижается от сочетания до 50-х. На самом деле, вот эта статистика в употреблении, которую мы собираем... Ну, это очень физическое, я думаю, что статистика в процессе, он не принесла нереальные задачи, на самом деле. И когда сам суть, пытаясь на это дело, вы спросите, видите, как это делается, и там, если что-то будет, внутрь ядра не оправилась, то есть даже ток в своё время не показывает актуально, т.е. ток показывает за секунды. А если вот в секунду программа, допустим, она занимает 7 секунды на 24 ядра, а потом всё скопливается в потопке и не показывает... Да, я совершенно согласен, то же самое можно заметить, вот если вы компилируете приложение, там, с огромным количеством скопных файлов, там, каждый файл компилирует пристроить, но фактически потребление энергии компилятором не замечаем за счёт этого. Тут тот же самый эффект, на самом деле, происходит. Но фишка этого приложения в том, что мы, на самом деле, больше хотим измерять потребление всяких сервисов, которые работают всю жизнь с телефоном, и приложений, которые, в принципе, долго не закрываются. Поэтому мы, как минимум, их заметили. Ладно, спасибо.